На улице Лакоба в селе Нижняя Ишера проживает множество семей. Здесь, в тихом и уединенном месте, с которого открывается по-настоящему завораживающий вид на горные зеленеющие вершины, к тому же активно развивается туристическая сфера. Местные жители строят небольшие гостиницы, радушно встречают гостей из других стран. Однако дорога, ранее пролегающая через домовладение, была грунтовой и никогда не ремонтировалась. Сейчас на улице Лакоба идет укладка асфальта. Осмотреть ход работ протяженностью более двух километров приехал президент Аслан Бжания. Он побеседовал с руководителями администрации Сухумского района и села Ишера, с представителями подрядной организации и местными жителями. От души всех благодарны, наконец-то за председание нас внимания обратили. Глава администрации Сухумского района Алхас Читанава рассказал, что асфальтирование участка находится на завершающем этапе. Основная часть работ будет завершена уже 10 июля. Останется лишь организовать съезды и подсыпать обочины. Работы начаты примерно 10 дней тому назад. Были проведены мероприятия по технологии, подсыпка, утрамбовка, заливались оголовки ливневых труб, закладывались новые ливневые трубы, где бы не были необходимы. И вот потом приступили к укладке асфальтобетона. По словам Алхаса Читанава, грунтовую дорогу, пролегавшую тут раньше, приходилось постоянно поддерживать в рабочем состоянии, что требовало ежегодных трат и значительно усложняло жизнь населения всего района. Средства, потраченные на ремонтные работы, выделены из республиканского бюджета. Этой местности, которая находится на берегу моря, данная дорога никак не способствовала тому, чтобы этот район развивался в плане туризма. Здесь с электроэнергией более-менее нормально, водоснабжение тоже налажено. И сейчас основная проблема была, и вот эта дорога, которую наконец-то мы дождались. Этот проект реализован благодаря финансированию с республиканского бюджета. Живописное место, расположенное вблизи морского берега, может быть очень привлекательным для туристов. Но проблемная дорога раньше усложняла развитие курортного бизнеса в районе. Теперь же, как отметил Алхас Читанава, здесь есть все условия для процветания туристической сферы и работы жителей. Строятся, есть много участков, которые выделены для строительства такого рода объектов. Вот на берегу тоже у нас объекты есть. А теперь, я думаю, что через год-два это будет импульсом для того, чтобы это стало тут массовым. То есть население уже, и инвестор может появиться, и население само. То есть место стало привлекательным для отдыхающих. За последние 30 лет жители села неоднократно обращались к руководству страны с просьбой восстановить дорогу. А теперь поделились, что ремонт дороги поможет не только в развитии района, но и в облегчении ежедневной рутины. Небольшой кусок трассы является стратегически важным. Мы благодарим руководство нашей страны за то, что мы были ими услышаны. Мы долго боролись действительно за этот участок дороги, потому что этот участок дороги является стратегическим. Его протяженность по береговой линии села Ишера, она является развивающей, разгружающей транзитной дорогой. И действительно, это очень большой и колоссальный шаг. Очень приятно, что в данный момент мы услышаны и слово было сдержано со стороны власти. Транзит через село Ишера, которое будет способствовать уменьшению аварийности на сложном участке основной трассы и, конечно, к развитию данного села. Жители села выразили благодарность президенту за долгожданный ремонт и обратились к нему с просьбой ограничить заезд большегрузных автомобилей по этому участку дороги. Аслан Бжания поручил главе Сухумского района согласовать этот вопрос ГАИ и установить соответствующие запрещающие знаки.